Сейчас мы посмотрим урожай на четырехлетнем отводке фундука. Это сорт трапезун. Есть небольшой урожай, но для четырехлетки это то что надо. С успехом он выносит этот урожай. А сейчас для сравнения мы пройдем вот тут на соседнюю межу и посмотрим в каком состоянии находятся сеянцы этого же сорта. С числом их там где-то 7-8. Не спеша так пройдем. Вот по пути нам малина Палана. Трудно русскому человеку избалованному настоящей сладкой малиной признать это польское чудо вкусной хорошей ягодой. Но все вы осведомлены. И вот сейчас мы подходим к этой картинке и смотрим. Ну во всяком случае урожай вот какой-то уродец проглядывает там и формой конечно не статью он трапезунду и не годится. И так 8 лет тому назад были высажены самые крупные орешки в грунт. И вот мы видим что получилось. Встретилось мне на ютубе видео как правильно сеять фундук. Именно сеять. И вспомнил я анекдот. 70-е годы. Лубинка России. Зима. Глубокий снег. Звонок. Ну смотрим так будем идти не спеша. Из райкома партии в колхоз. Трубку берет секретарь мужчина. Ну тогда это было модно. Бабы в полях работали, а мужики были кладовщиками, бухгалтерами, секретарями, учетчиками, бригадирами. Райкомовец спрашивает. Нужен председатель ваш Иван Петрович. А он сеет, отвечает секретарь. И связь прервалась. Удивился райкомовец. Еще раз набирает. Ну смотрим так вот. Ничего тут. Никакого урожая я здесь не вижу. Абсолютно. Вот. Да нет. Тут так даже показалось. Трубку уже берет сам Иван. Спрашивает райкомовец. Иван Петрович, а что это ты сеешь? Январь месяц, снег по колено. Отвечает ему председатель. Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Секретарь мой, букву Р не выговаривает. Я к тому этот анекдот. Что загадили, ну можно и покрепче сказать, Ютуб. Превратили его в помойку. Подобные через букву Р сеятели. Всех типов. И полов. Отнюдь они неразумные, добрые, вечные. Сеют, а так, несут чушь, бред собачий. Но миллионы просмотров, лайков там десятки тысяч, восторженные комментарии уже я говорил. Ну не страна дураков. И так сеянцам этим полных 8 лет результат плачевный и печальный. Думаю, году на десятом появится сигнальный урожай. Какие-нибудь уродцы в мизерном количестве. Все время я говорю о преступности такого способа размножения фундука и сортовой лещины. Размножение грецкого ореха сеянцами привело к гибели ореховодства. Пропал, засох, выродился грецкий орех. Практически нет нормальных стандартных орехов. Черные уродцы. Вот здесь когда-то была роща ореховая. Сейчас вот видите, ивы растут. Потому на рынках и продают грецкий орех в основном в лущеном виде. Сидят вечерами вся семья, где-нибудь там в молдавской или украинской глубинке. И лущат орех не очень чистыми руками, периодически выходя в туалет и не моя их потом. Руки не знаю, орехи точно не дезинфицируются. Вот задумайтесь о том, что вы покупаете в этих стакашках. Сидят там на этих чищенных орехах всевозможные виды грибков, плесени. Ну, как говорится, на здоровье. На 80% грецкий орех поражен марсонии. Не наследует этот орех, как и лещина, при сеянцевой культуре родительских свойств. Всегда они хуже, ну, за редким исключением. А вот если говорить о сорте грецкого ореха, идеал, вот там две трети сеянцев наследует родительские свойства. Это и погубило ореховодство. Идеал среднеазиатский сорт. Вот посадите среднеазиатский сорт винограда даже в Ялте. Ничего не выйдет, не те условия. Нагрели на этом руки путешественники. Идеал уже в питомнике на 100% поражен. Говорю все время об этом. Но на моем видео, что нельзя так делать, дизлайков больше. Ну, не страна дураков. Ведь вы же садите орех на многие годы. Для людей, детей и внуков. Что они получат? Вот дрова. И не более того. Упущен уже грецкий орех. Никто им не занимался на высоком, ответственном, государственном уровне. Все на откупе участника. Боюсь, что такое может случиться с фундуком. И не лавры Мичуриных движут вот так называемых этих селекционеров. Мичурин, как известно, был бессребренником. Этим гроши подавай. Главное урвать. То какие-то гибриды. То новый сорт с двадцатью орехами в плюске. И все супер-пупер выше крыши. Лучше всех. Где многолетняя проверка достоинства? Где госиспытания? Верьте нам, как Кашпировскому и Джуни какой-то. А вот где они сейчас? Миллионы собирали. Мозги, как говорится, вправляли. И главное денег побольше тащите. Ну вот о вождях там лысых, картавых, усатых и горбатых уже говорил я. То же самое балбесам, дурачкам верит наш народ. В семнадцатом году давай богатых на вилы, а богатство поделим на всех. А в девяносто первом году давайте разделимся и запануем. У нас сало, а у нас газ. Ну что, зажили хоть тут, хоть там. Десятки миллионов погибло людей. По прогнозам Менделеева, к середине двадцать первого века жителей Российской империи должно быть под миллиард. Нынешние демографы говорят, ну если миллионов сто в России наберется, то хорошо. А может быть и гораздо меньше. Нищета и духом, и телом. Вот если вы не собираетесь в Австралию, или еще куда-то, а как говорится, где родился, там и пригодился, то посадите на своих шести сотках, две-три сотки высокопродуктивного ореха. Проверенного сорта, правильного клона. Приберетенного по нормальной цене. Чтобы защитить себя от всяких катаклизмов, которых было и еще будет. Поверьте. Деньги легко превратятся в ничто не стоящую бумагу. В ничего не стоящую бумагу. А газ – квас. А у вас и еда, и дрова. Не жили хорошо, как говорится. И начинать не надо было. Верим аферистам, клоунам, проходимцам. Хоть в экономике, хоть в политике. Банкам. Деньги, если есть, храните в стеклянных банках. Так надежнее. А экономистов у нас, академиков, членов корреспондентов, пруд пруди, больше всех, чем в мире. Хотя, я не знаю, есть ли где-то в мире члены-тере корреспонденты. На первом месте страна наша по полезным ископаемым в мире. Которые, как известно, эти ископаемые должны принадлежать всему народу, в теории. А на самом деле Миллеру и Штирлицу. А по уровню жизни знаете где страна наша. Отнюдь не впереди планеты всей. Сыщется ли когда-нибудь второй Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин? Чтоб написать продолжение истории одного города. Города Глупого и Глуповцев. Желаю вам всего хорошего. Глупого и Глупого и Глупого.